На что дрочит президент? Именно эту тему я хочу поднять в своем сегодняшнем выступлении. И сразу хотелось бы сказать, что не конкретный президент какой-то конкретной страны, а просто президент, как такое явление современного общества. Ведь в большинстве цивилизованных стран мира до сих пор есть президенты. И всем интересна жизнь президента той или иной страны. И на чем ездит президент, где живет, с какими женщинами он ходит в рестораны, а с какими засыпает. Куда ездит отдыхать, что смотрит, что слушает. Но в новостной ленте я ни разу не замечал новость, на что же дрочит именно президент. Я не помню, чтобы на ютубе я натыкался на фильм «Он вам не дрочун». Не было такого. И сразу хочу сказать, что в этом выступлении я часто буду повторять слово «дрочить», «дрочка». Есть, конечно, альтернативы. Это мастурбация, это более правильное слово, медицинское слово, слово с этимологией, слово со своей историей. Но по мне слово «дрочить» более сильное слово. Слово «дрочить» можно остановить человека. Представьте, что вас кормит бабушка, и вы ей говорите «бабушка, перестань». Она, естественно, не перестанет. Она будет продолжать вас кормить до той степени, что впоследствии вам нужно будет бронировать целых три места в самолете. Два места для своей жопы, и одно место для эго-жопы, потому что ваша жопа теперь – это отдельный организм. Но если вы скажете бабушке «бах, хватит меня дрочить», ну, как минимум, она точно остановится и задумается. Скорее всего, расстроится и перестанет вас кормить. Но, возможно, и воспримет это как вызов, и начнет дрочить вас еще более усердно и сильнее. Возможно, даже в прямом смысле этого слова. Поэтому поаккуратнее с такими словами по отношению к бабушкам – это такая отдельная все-таки каста людей. Но я все равно буду использовать слово «дрочить» в своем выступлении. А если вы фанат таких слов, как «передернуть», «фапать», «пофапать» или «потеребонькать», то повзрослейте. Вам же уже не два года, я надеюсь. Поэтому на что же дрочит наш президент? Или не наш президент, вообще любой президент. На что же он дрочит? Ведь он такой же человек, как и мы с вами. Он идет на работу, делает свои президентские дела в своем президентском кабинете, возвращается в президентский свой дом на президентской машине, садится на президентское кресло, открывает президентский ноутбук и отдыхает. Входит в президентский интернет, чтобы подрочить на президентское порно. Даже если у него есть жена или девушка. Он мужик. А все мужчины все равно хотят иногда время от времени уделять время только на себя и на дрочку. Минут 5, 10, полчаса, полтора часа, три часа. Возможно даже целый день, в зависимости от того, какой это мужчина. Все мы дрочим. И все мы хотим уделять на это время. И вот президент приходит, открывает свой президентский ноутбук, входит в президентский интернет и смотрит президентское порно. И вот интересно, какое это порно, потому что вы когда-нибудь отдыхали в отеле? Вы, скорее всего, отдыхали в обычном номере, ну максимум в люксовом номере. А президент всегда отдыхает в президентском номере. А президентский номер это 1,4 отеля. Если вы, как обычный зритель, вот сейчас, как обычный человек, просто гражданин своей страны, вдруг попадете в президентский люкс, президентский номер, вы же будете ходить вот... А что это? Как? Как? Зачем? Ё-моё! И потом вы уедете. И это будет самое яркое воспоминание вашей жизни. И вы будете вспоминать это перед сном, возможно даже дрожить на это. Всем рассказывать. У вас просто мозги перевернутся. И, скорее всего, порно президента, оно такое же. Оно просто сносит вам башню. Это не 480, не 720, не 4К. Это новый уровень порно, специально для президента. Я не удивлюсь, если есть специальные студии, о которых мы не знаем, которые снимают порно непосредственно для президентов. И вот президент садится, смотрит это президентское порно через президентский интернет. Именно поэтому мы всех президентов по телевизору видим такими загруженными. Потому что они дядьки уже далеко не молодые. Нет, ну и есть, конечно, у нас новый молодой президент, этот синий-желтый. Но это странная история, к нему мы не будем обращаться. Классический президент, он же в возрасте. И вот, видимо, насмотревшись такого порно, он и выглядит очень уставшим, задумавшись. Потому что он не понимает, для него слишком много информации, для него слишком все четко, слишком все новое. Это не просто так, как удав насилуют женщину-бутылкой. Нет, это что-то другое, это то, что мы даже представить не можем. Мы, молодежь, а он, президент, у него и других дел по горло. И вот он сидит, поэтому всегда такой. Возможно, он, конечно, дрочит по старинке. И по старинке это не значит на журналы, или на DVD-кассеты, или на Blu-ray, на DVD, или на вкладыши с жвачки, которые раньше были в детстве. Открываешь, там женщина, ты лизнул, у нее появилась грудь, и ты идешь до гаражи. Но, слава богу, у меня было другое детство. Нет, по старинке это благодаря своему сознанию. Он закрывает глаза, открывает свою копилку-дрочилку и начинает дрочить. Но только его копилка-дрочилка отличается от нашей. У него совершенно там другие мысли плавают. У него плавают мысли такие, как увеличение налогов, новая земельная реформа. О, да, 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 больше денег с населения. Больше оппози... Оппозиция. Черт, и он возвращается, и опять налоги. Опять полиция, и опять оппозиция. И, возможно, после этого он вновь возвращается к порно, через интернет, по классике. Смотрит, скорее всего, традиционное. Там, где есть мужчина, там, где есть женщина. И, скорее всего, как и у любого мужчины, у президента тоже бывали такие моменты, когда он кончает, а в кадре мужчина. В кадре порно-актер. И вот каково это быть порно-актером, порно-индустрии, классического порно для стандартных мужчин, которые любят женщин? Каково быть этим человеком? С какими мыслями он идет на работу? Вы ведь видели порно-актеров 21 века? Это просто боги Олимпа, которые сошли к нам со своими членами до колен, которые работают усердно над своим телом, просто убивают себя, как лучшие спортсмены мира, чтобы мы получили 10-минутное удовольствие. И вот этот человек идет на работу. Скорее всего, у него есть семья, жена, дети. Ему приходится, грубо говоря, изменять своей супруги на работе с другими бабами. Ну или совокупляться со своей супругой и чувствовать себя тоже неловко, потому что везде камеры, гримеры, которые каждые 5 минут подбегают и мажут что-то на лице, убирают прыщи. А тут еще такая мысль, что на тебя дрочат мужики. Скорее всего, они на тебя кончают. То есть ты дистанционно изнасилован. Вот вы думали об этом, что возможно, если вы мужчина, и на вас кто-то ненормальный дрочит, то он вас дистанционно насилует. Но такое вряд ли происходит, потому что вы обычный рядовой гражданин, а там порно-актер, и с ним это происходит каждый день, не по одному разу. И возможно, кто-то даже кончает этот момент прямо на экран. Может, кто-то с радостью, мол, ой, как хорошо. А кто-то, может быть, специально ждет определенного момента с этим актером, злобно дрочит в стороне и прямо через всю комнату стреляет в экран. Даже не вытирая потом, монитор просто закрывает, чтобы там своя микрофлора образовалась. Ну и дальше идет по делам. Дистанционное изнасилование. И каково быть порно-актером в этом безумном мире, зная, что на тебя дрочат куча мужиков. Что тебя насилуют, можно сказать, каждый день. А еще страшнее, что на тебя дрочат президент. И, возможно, с такими же эмоциями, и не с добрыми, а со злыми, на тебя кончает президент. И вот ты, порно-актер, тебе повезло оказаться на каком-нибудь президентском балу. Ты проходишь весь такой, канапешечка, немного шампанского. Видишь президента и видишь, как он делает. И ты не понимаешь. Это знак одобрения. Или, мол, я тебя, пидора, закрою. И ты не знаешь, что делать в этот момент. У тебя депрессия, ты уходишь с работы, у тебя больше нет денег. И ты пропадаешь, кредит, и ты уезжаешь в деревню, печешь, собственно, и хлеб, а потом гоняешь пидорасов. Так что, вряд ли мы когда-нибудь ответим на вопрос, на что дрочат президенты, какого мужчинам-порно-актерам в порно осознавать, что на них дрочат другие мужики, дистанционных насилая. Вряд ли мы когда-нибудь это поймем, не попав в их шкуру. Но вряд ли такие, как мы с вами, попадем в их шкуру. Поэтому этот вопрос останется, видимо, без ответа. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова